Так, как там наша конюшня? Осталось одно лошадиное седло. Вот оно, лошадиное седло. Тебе нужна уздечка? Вот оно, уздечка. Нужны подковы? Вот это твои подковы. И, о да, ну да, великая вода. Здесь, как я понимаю, стопроцентное лошадиное седло. Даже так, слушай, еще и уздечку дали. Вроде как дают всем. Вот прям, вот серьезно. Насколько всем? Всем даю. Так, следуй за мной. Убираем. Танец оставляем. Привет и танец. Нам больше ничего. Ну, давай отвали еще поставим. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди и мы продолжаем. Скол, скол, это Фростборн, конечно же. Почему я сказал, что стопроцентное седло? Ну, оно вроде как стопроцентное. Вот поэтому и сказал. Реально. То, что мне выпала еще здесь и уздечка, я даже не знаю. Ну, наверное, повезло. Как я понял, за золотые жетоны с большим шансом лошадиное седло, за серебряный уздечка. Ну, вот смотри, я уздечку вытащил прямо сейчас, да? За золотые кулоны. Чик. А здесь подковку дали. Вот она, уздечка, еще одна. Вот она, еще одна уздечка. Куда мне столько уздечек? Да не знаю, блин. Мне дают, я беру. Вот. Да, у нас новое обновление, оно фантастическое. Давай почитаем о нем. Обновление 1.5. Представляем вам главных участников этого обновления. Маунтап. Я думаю, ты видел мой обзор. Если не видел, да, можешь посмотреть там подробно. Вообще уже было рассказано о маунтах, как, чего и почему. Чик. Блин, ну медведь, да, медведь самый крутой. Волк, видишь, сиреневый. Вот, а у медведь золотые скилые. Грязь, да? Класс. Не, ну классно, классно. Ну, собственно, чтобы получить самых простых животных для передвижения диких лошадей разных пород, вам нужно построить стойло в своем лагере или завершить его строительство. Если оно уже было установлено. Если вы хотите обменять лошадей на более интересных ездовых животных, нужно будет посетить конюшню в новом хейме. Там вы сможете обменять маунтов из своей коллекции на новых, с другими навыками, внешним видом и более высокими рангами. Именно об этом я и говорил в ролике. Ты всегда можешь в плейлисте Frostborn посмотреть. Там реально подробно о системе маунтов. Как и любые другие занятия в новом хейме, обмен можно производить в популярном районе. Но это будет стоить серебра. Если же построить конюшню в своем районе, вы можете сделать это бесплатно. Так что не стесняйтесь вкладывать ресурсы в развитие района. Обменивая маунтов в конюшне, обратите внимание, что они получают новые способности с каждым рангом. Кроме того, при повышении ранга есть шанс открыть новый тип. Например, волка или медведя с улучшенными характеристиками и уникальными способностями. Естественно, с приходом ездовых животных в магазине появился новый раздел. Подробно проанализировав ваши отзывы о друиде, мы решили убрать пассивный бонус к урону с любым типом оружия. Вместо этого мы усиливаем его основную атаку. Теперь на ранге 1 удар наносит 85 урона от оружия и дополнительно 30 с течением времени. А на ранге 2 100% урона от оружия сразу и 30 с течением времени. Ну то есть, да, а было у нас 70 и 30. Кроме того, хотим отметить небольшие исправления и изменения. Оглушающий барьер громилы работает корректно. Огненная стрела теперь наносит корректное количество урона. Описание шага сквозь тень исправлено. Визуальные эффекты и таймеры срабатывания анимации для умений. Добавлены новые звуки для сокровищ и великанов. Исправлен ряд мелких проблем пользовательского интерфейса. На этом все бессмертные. Не смеем более вас задерживать. Ведь пора строить конюшню и осваиваться в седле. Это еще не все новости. Чтобы обессмертить свое имя, нужно постоянно бросать вызовы. Себе, силам природы, противникам и даже богам. Только в этом случае жизнь воина будет полной и правильной. Кто знает, может этот дракар со смельчаками по возвращению станет погребальной ладьей. Или вернется полным сокровищ. А может навсегда сгинет во владениях Нью-Йорда. Любой исход достоин воина. Ёлы-палы. Посмотри на эту фантастику. Сколько человек на корабле. Ёлки-палки. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять человек. Десять человек только на этом скриншоте. Представляешь? Грязь. Ну, то есть это минимум три семьи, да? Я не знаю. Слушай. Маунты круты были, да? Без бэ. Но вот эта вот новость с дракаром тоже очень крутая. Вот у нас ездовые животные, да? Я это все в обзоре уже показывал. Ну, блин, даже не знаю, что сказать тебе. Ну, не дешево, не дешево стоит. Ездовая лошадь второго ранга. Угу. Черная лошадь. Все это стоит прям вообще не слабо, да? А вот за такие кристаллики мы с тобой вызываем коней. Раз в три дня, если у тебя отстроенная конюшня, ты можешь эти кристаллики получать. Хо-хо. Фантастика. Единственный проход в земли инеистых великанов. Инеистых. Следующее обновление. Огонь, да? Просто вот так вот не в бровь, а в глаз. Следующее обновление. Ждите. Офигеть. Врата Йотунхейма. Коники, коники, коники. И коники, я бегу. Ну, то есть нет какой-то дикой радости, потому что сейчас все это все сделают. А вот в чем проблема. Хо-хо. Дикая, блинчики, лошадь. Ой-ой-ой-ой-ой. Представляешь, это одна. Две с 60% шансом превратятся в ВВВ. В одну более высокого ранга. Ранга в 4. Процент уменьшается. Короче, блин, я не знаю, это жесть. Я, если честно, надеялся, что эти камни душ лошадиных, да, будут где-то падать. Вот честно. А, вон как, да? 349 голды вперед из песней. И будет тебе коник. А здесь она 300 стоит просто. Прикольно. Что у нас там по голде? 350 монет, 359 рублей. Фантастика. Слушай, честно тебе скажу, если ты вдруг вздумал купить лошадь, лошадь, красавчика, чё нет? Поддержишь админов, себя порадуешь. Но если ты сомневаешься, лучше создай твинка и купи ему вот этот грёбаный ремонтный станок. И пускай он тебе помогает ремонтировать оружие. Вот, серьёзно, мне кажется, от этого толку будет больше. Но тебе решать. Да, конечно, не втерпёшь. Я бы тоже, да, так глянул. Прикольно, прикольно. А вот это я ничего не буду отдавать в подношение. А вот это мы сейчас с тобой сольём. Ну, а теперь, конечно, новый хейм. Давай почитаем, посмотрим, что там за фантастические обилочки. Вот он, хозяин, блинчики, стоила. Обменивай ездовых животных на новых. Парам-пам-пам. Давай, до свидания. С каждым рангом ездовое животное получает новые навыки. Кроме того, при увеличении ранга есть шанс открыть новые. Ну, это мы всё знаем. В общем, суть такая. И здесь показаны, значит, все масти. Ну, проще говоря, разновидности лошадей. Лошадь это просто первый ранг. Ездовая это уже второй. Волк это третий. И медведь четвёртый. Блин, это такая грязь. Посмотри. Что может тебе выпасть у медведя? Ну, во-первых, его особенности. Дополнительных 10 слотов инвентаря. Скорость передвижения по карте мира. Выход из локации на 50% быстрее. Забавно, да? И-и-и. Навыки. Лёгкая броня, средняя, тяжёлая, да? Дополнительные очки мастерства при пожертвовании. 10%. Прикольно, да? Ну, согласись, прикольно. Слотов инвентаря 5. Ещё допом. О, посмотри. Позволяет прыгнуть вперёд на 2 секунды. Оглушить всех врагов в точке приземления. Хо-о-о! Скажи огонь! Я не знаю, мне кажется, это вообще дичь. Реально. Заклинание класса на 15% быстрее. Эффективность заклинаний самолечения. Если ты играешь за лекаря в своей семье, да? Ну, тебе, конечно, вот этот скил, он просто бесподобен. Увеличение скорости передвижения на 5 секунд после спешивания. То есть, как слез, как побежал, да? Типа того. Блин, вообще. Я не знаю, но это круто. Плюс все владения оружиями по 7%, да? О, и ещё допом. Урон в лесных скалистых локациях 7. Представляешь, тебе выпадет нрав налётчика и страж природы, и ты играешь за дайгершка. То есть, плюс 14% будет по игрокам у тебя урон. А если тебе ещё вопрёт, и будет охотник на людей, 21% выше будет урон по людям. Ну, блин, ну это грязь, да? Это просто грязь. Волк тоже хорош, но, соответственно, золотых у него нету, да? Всё то же самое, золотых нету. И тоже, посмотри, 7%, 7%, да? Он такой же, как медведь, только без золотых скиллов. Ну, а здесь уже поменьше процентики идут. То есть, 5 идёт процентов. Плюс, я так понимаю, это максималка, что ли? То есть, может и 2, и 3% выпасть. А, не, не, не. 100% из тебя выпадет, то будет 5, да? Владение оружием. А вот они, 2. Даже первый конник, когда у нас вырастет через 3 дня, да? У нас уже что-то появится. А может и не появится, 100%. Что-то я не помню. Вроде бы, может и не появится. Медведь чёрный, значит, есть и рыжий. А вот волки разновидности, конечно, дофига. Серый, чёрный, белый и такой другой. И такой другой. Короче, это, конечно, классно. Это классно без Б. Увидел игрока на медведе. Он прям сильнее, фиг знает, насколько. Уже попал. У меня пытаются золотые кулоны выменить. Я не знаю, я не меняю кулоны, друзья. Я открываю и сливаю всё в котёл. Вот и всё. Почему? Ну, потому что. Да и вообще интереснее открыть самому и посмотреть, что там выпало. Мечники, ты уже попал. Да, ты уже попал. Я с Хеля выбил тапки за чина. А вот я не выбил. Что мы с тобой выяснили? Я не знаю, смотри сам. Смотри сам. Ну, реально, вот я лучшие, блин, монетки эти потрачу. Да вот, в конце концов, я на серебро их потрачу. Ты посмотри. 500, значит, золотых стоит 3000 серебра. Я тебе реально просто вот... Блин, да нафиг она нужна? Нафиг она нужна? Ну, если у тебя, скажем так, есть лимит, да, есть ограничитель в донате. Если ограничителя нет, конечно, блин, набирай их и делай. И будешь самый первый, самый крутой уже кататься на фантастическом... Смотри, уже на кониках. Супер, да? Причём это не коник, это ездовая лошадь, я так понимаю. С вами был Харди. Если понравился ролик, присоединяйся, подписывайся на канал. Видос выходит каждый день. Ставь колокольчик, чтобы не пропускать. Ну и, конечно, оценю ролик луксом. Сквол? Сквол! Конечно же, сквол. Блин, твинки правят миром. Вот что я могу тебе сказать. Ну, они, мягко говоря, твоего основного героя усилят. Удачи тебе. Пока-пока.